машина конфетти и фонтаны вы тут 6 золотых фонтанов будем засыпать наших победителей конфетти должно быть красиво по-другому никак я считаю что перенесли в город брест потому что город брест является футбольной столицей беларуси а сейчас женский футбол знать что это будет зрелищно очень а чем народу надо зрелища матч будет классный все будут довольны надеюсь что все папа получается получится болельщиков ждем старались сделать для них хорошую футбольную атмосферу надеюсь матч не подведет шашлык пиво хорошая обстановка на брестском как всегда посмотрите сколько людей пришло да скажите в минске столько придет на женский футбол не обрезки приходят сегодня килограмм 10 или она сытные во первых пару кусочков не такие большие деньги но это финал кубка и мне кажется фаворитов здесь нет своей наверное футбольной истории столько случаев когда команда заведомо сильная уступала в финале до заведомо команде слабый поэтому финале на мой взгляд аутсайдеров и аутсайдеров и изначально таких победителей что ли нет накануга титул и матча за трофей всегда ожесточенная борьба приехали за победой за очередной победой наших девчонок динамо всегда будет первым самый сильный белосиний а что касается девчонок они были собраны вот они были горели желанием и самое главное что они проявили это проявили характер нас ожидает прекрасный финал кубка страны среди женский команд минск против динамо пков это всегда интересно это всегда горячо и конечно прекрасные дамы встречаются в битве за титул и я не сомневаюсь что и динамовцы и горожанки подарят нам крутой футбол только победа только победа вообще таких не рассматриваю там какие-то моменты победа победа тем более принципиальный соперник и только побед я такого не переживал просто если место не находила поменяла там и верхнюю и нижнюю ярус и справа и слева и где только не находился где только не находился но я больше не хочу испытывать то что я испытал сегодня не на скамейке рядом со своей командой на трибунах пусть даже рядом со своими болезнями слесарчик широко атакует динамо и удар поворотом и мяч оказывается в сетке 1-0 динамо бгуст ведет в этом финале на 35 минуте забивает анастасия лини отметиться голом в таком матче это я считаю что мощь подача на дальнюю и это 1-1 и это 1-1 на бире забивает шикарно все получилось это финал и поэтому он тем и хорош это одна игра это дополнительное время это пенальти это эмоции это усталость это ошибки и все в совокупности и все в совокупности если вот так вот сказать это конечно можно если еще при этом победы то это войне приятно а я из бреста пришел поднять поддержать футбольный клуб динамо минск мы сегодня победим мы прибавим а в втором тайме забьем и будем побежать динамо чемпион динамо надо добавить динамо выиграет забьем 2 забьем во втором тайме угловой зарабатывает динамо пугов у чужих ворот скидка в центр это 2-1 вообще не поняла я забила или нет там такой сумбур произошел спросила у девчонок они сказали да ты просто эта радость всплеска я даже не смотрела на время потому что понимала что еще очень много играть и надо держаться вот красная красная капустиной а вот эта ошибка которая может привести к серьезным последствиям фенальте на сбег машины и очень четкая реализация 11-метрового удара 2-2 даже когда мы остались в меньшинстве мы не планировали играть по счету так как понимали что играть еще очень много времени вот и поэтому мы старались мы сами по себе знаем что играть в большинстве это еще не значит победить подача Ковалева и Ситникова 3-2 выпрыгнула головой и все забила хотелось забить уже чтобы мы выиграли ну конечно это самый тяжелый матч в моей карьере я даже не знаю что ну радость это очень большая радость эмоции просто не передать словами ну я не знаю словами описать это надо было видеть и смотреть просто я упала потому что сил больше не было все девчонки просто терпели до последнего потому что уже было действительно тяжело вот усадила многие пожалуйста снимите вот это самый сильный самый лучший всегда самый первый не забывайте никто полный он очень тяжелый но такой родной вы сильнее всего этого вы доказываете на поле поэтому ценность команды вот этой благодаря Юрия Ивановичу Ультенскому штабу и вам, девочкам, в том, что как бы ни складывались обстоятельства, вы все доказываете на поле. Команда показала характер, можно сказать мужской характер, переломила очень тяжелую игру, поэтому лица футбольного клуба «Динамо» Минска, тебя лично, я всех поздравляю с победой, это большая для нас победа. Есть определенные какие-то каноны джентльменства, но я вижу футбольный клуб Минска, им до этого далеко, до этого джентльменства, или как там, про женщин сказать, я не знаю, потому что какой раз, какой раз мы ставим чемпионский коридор футбольному клубу Минск, Ну, получается, что чемпионы, получается, не мы, а они, то есть они прошли, ушли, и как бы это, ну пусть это оставится на совести футбольного клуба Минск, по сути, по сути, по сути, ну, это не отношение, то есть это, я не знаю, как это назвать. Понятное дело, что Минск все время, как говорится, точит зубы, все хочет там укусить, но не получается, не получается пока у них этого сделать, потому что мы не даем, потому что мы лучшие, потому что мы сильнее.